23 июня гражданам Великобритании предстоит дать один ответ на простой вопрос. Должно ли Соединенное Королевство остаться в составе Европейского Союза или выйти из Европейского Союза? Этот референдум станет третьим общенациональным в стране с 1973 года, но его результат может оказать влияние на весь европейский континент. Статус Лондона в составе Единой Европы с самого начала был особенным. Великобритания всегда выступала за максимальную независимость не только в экономических, но и в политических вопросах. Так, страна не поддержала ни введения единой европейской валюты на своей территории, ни отмену визового контроля на границах. Также Лондон против подписания бюджетного пакета, который заставил бы Великобританию согласовать свою бюджетную и фискальную политику с общеевропейскими властями. Помимо этого, страна высказывалась против участия в системе распределения беженцев в рамках ЕС. В 2011 году инициатива по проведению референдума о членстве в ЕС собрала свыше 100 тысяч подписей, но парламент страны отказался инициировать процесс. Впрочем, спустя два года возможность общенационального плебисцита допустил уже премьер-министр Дэвид Кэмерон, увязав это с победой консервативной партии на выборах в парламент. Партия в итоге завоевала абсолютное большинство голосов. На голосовании 9 июня 2015 года депутаты британского парламента признали целесообразность проведения референдума. 20 февраля текущего года они определились и с датой его проведения – 23 июня. Мнения внутри самой страны по поводу ее будущего в большом европейском проекте разделились поровну. По данным социологических опросов, опубликованных вчера, проголосовать за выход из ЕС готовы были 45% респондентов, за сохранение членства – 44%. Голосование началось в 7 часов утра по местному времени и завершится в 10 часов вечера. Ожидается, что предварительные итоги референдума будут известны утром 24 июня.